Торжества в честь Юровической иконы Пресвятой Богородицы ежегодно собирают вместе сотни верующих. В Свято-Михайловском кафедральном соборе в этот день состоялась Божественная Литургия, которую возглавил Владыка Леонид, епископ Туровский и Мозорский. Многочисленные паломники в ожидании чудотворного образа собрались возле храма. Для многих крестный ход стал мероприятием традиционным. Чтобы проводить святыню в родную обитель, люди приезжают из разных городов. Ленщицы, четвертый раз приезжаем. Я слечу каждый год. Мы потом чувствуем большое облегчение. Благодать получаешь такую, это же Матерь Божия. Ждешь этого года, это 12 сентября. Мы очень ждем этот день. Всегда на работе, если наш день, мы здесь стараемся замениться как-то с работой, чтобы, конечно, принять участие. Нет, мне тяжело. Не тяжело. Наоборот, такая легкость. Благословение Божие, Божья Матерь нам помогает сегодня в пути. Мы всегда целый год ждем этот день. Ждем этот день, мы все дела свои в сторонку и всегда идем в крестный ход. Уже очень много лет. Ну, я хожу уже много-много лет. Можно сказать, как и начался крестный ход ходить, мы уже ходим много-много. К Матери Божией идем. Просить, жаловаться, просить, рассказывать радости свои, печали свои. Все же просим Матери Божией помощи. И вот сейчас нести над нами иконы. Будем просить все, каждый, что желает. Помощи своим детям или в духовном, или в телесном. Будем просить Бога, Матери Божией. Мария Платоновна приехала из Пинска. Несмотря на недуги, собирается принять участие в крестном ходе. Говорит, однажды увидела необычный сон. Именно он подвиг женщину на то, чтобы проделать неблизкий путь. Еду на какой-то лошади, потом остановилась. Я знаю, что мне надо Мозырь. Смотрю, все незнакомое. И я спрашиваю у людей, что это Мозырь. Они говорят, нет, это Юровичи. И вот я чувствую, что это какое-то я потом пожертвование сделала в Юровичский монастырь. И сейчас вот тоже думаю, это преклонится, потому что у меня больная нога. И о детях думаю. И хочу вот тоже преклониться под этой иконой. Наконец икону выносят из храма. Кроме священнослужителей, ее традиционно сопровождают кадеты. В этом году крестный ход приурочен к 1030-летию крещения Руси и году Малой Родины в Республике Беларусь. Традиционно паломники начинают путь на площади Горького. На время автомобильное движение замирает, улицу наполняет колокольный звон. Сплошным потоком верующие следуют до Примостовой. За мостом их будут ждать автобусы. Снова спешатся верующие у Юровичей и проследуют до Мужского монастыря. В шествии принимает участие один из трех списков иконы Юровичской Милосердной. Оригинал находится в Кракове. Но список почитается верующими не меньше. В 2006 году чудотворный образ был случайно найден в Мужском монастыре. С тех пор именно Юровичский монастырь стал его постоянной обителью. Список покидает ее только раз в год. После пребывания в Свято-Михайловском кафедральном соборе икона с почестями отправляется в родной монастырь. Субтитры создавал DimaTorzok